Друзья, привет! Хочу вам сегодня рассказать про новый бренд, который попал ко мне на тестирование. Я любезно согласилась и стала интересной. Я, честно говоря, не читала еще до этого момента отзывы. Но когда мне предложили, я думаю, надо почитать, что вообще пишут, что это такое, что-то новенькое. Отзывы нашла только положительные, поэтому заинтересовалась. Заявлено, что эта косметика производится на основе морских ингредиентов. Ее разрабатывают во Франции. Сейчас я просто читаю сайт, извините, не выучила информацию. Во Франции, на севере Бретани, Британии, я не знаю, как правильно читается эта область во Франции, к сожалению, не была. Доходится заповедная территория, дикая нетронутая природа, крупнейшая долина и историческое место сбора водорослей в Европе. Вот это, конечно, заинтересовало. Так, значит, в этом специалисты компании в тех сотрудничестве с известным микробиологом разрабатывают уникальные формулы продуктов, которые являются бесспорным лидером в области спа-услуг, ухода за кожей лица, тела. На сайте, кстати, очень большой ассортимент. Если заходите, посмотрите сами. Очень много, кстати, звезд рекламируют этот бренд. В общем, есть всякие мицеллярная водичка, гель для умывания, и скрабики, и соль для ванны, и массажные щетки. Да-да, я против всех этих массажных щеток. В общем, что у меня есть? Гель для душа, тоник с бергамотом и ромашкой, и скраб для тела, розмарин и лаванда. Правда, я хотела соль для ванны, но, видимо, что-то где-то перепуталось. Но, знаете, за бесплатно не могу и не могу спорить. Спасибо и на том, что прислали. Попробуем с вами. Я, как бы, никогда не скрываю, не буду выдавать, что я сама тут купила. Ребята, бежим все вместе. Нет, такого не будет. Так, скраб стоит 1290 рублей. Ну, кстати, так, знаете, ого-гошенький, ого, не сильно дешево. Но, что мы здесь имеем? 440 миллилитров, во-первых. Во-вторых, очень неплохой состав. Вот, можете посмотреть. И на сайтах, наверное, тоже есть составы. Пахнет даже вот сама банка. Я еще не открыла. Она уже пахнет. Ну, то есть, как бы, решайте сами. Возможно, что у них есть какие-то скидки. Есть также с дикой розой. И есть скраб кофейный с маслами. Ну, дизайн, сами видите, симпатичный. Очень такой, знаете, лаконичный. Как будто дорого-богато. Что еще есть? Маски, например. Маска лица для проблемной кожи. Размарин лаванды 1690. Есть тоже с розой. Вот у них, видимо, две основные линейки. Это розмарин лаванды и роза. Ну, давайте еще рандомно. Вот гель для душа откроем. У меня средиземноморский нироли. Есть еще прованс лаванды. Есть грибфрут. Королевская пачули. Гель от душа стоит 990 рублей. А тоник, так, на улице ты перестал тирать. Тлоник успокаивающий стоит 990 рублей. Бережно очищает уровень па, шли лето поля. Ну, тут тоже, кстати, очень даже неплохой состав. Видно? Ну, насколько я могу его оценить. Насколько я во всем этом разбираюсь. Вот. Ну что? Пойду все попробую и расскажу вам. Переместилась я в ванную комнату, чтобы нанести на себя тоник. Надеюсь, там все видно вам. Несвойственные стильные съемки. Но, знаете, надо что-то менять, в конце концов. Так, ну что тут у нас? Смотрите, чуть-чуть. Ой. Я что-то неправильно делаю. Почему-то льется не из того места. Ну, как так? Как это должно происходить? Не знаете, информация есть. А, вот. Заработала, но как-то странно капает. Видите сами. Видите, сами не обманывали. Возможно, это просто первый раз. Первый раз еще не разработалась. Пахнет. Ну, как заявлено. Ромашка-бергамот. Ну, приятно. Не знаю, приятно. Мне нравится. Вообще, люблю тоники для лица. Постоянно их покупаю. Там хоть что-то видно. Постоянно их покупаю. Сейчас просто не хочу показывать. Я сделала два дня дома. Голову не мыла. Знаете, это все. Так. Ну, тоник хороший, приятный. Лицо не щипет. Что у нас тут? Успокаивающе. Он должен быть. Очищает кожу. Смя. Ля-ля-ля. Противопоказания. Индивидуальная неприносимость компонентов. Но у меня особо вроде нет. Николь. Такие на что. Не атристируется на животных. Кстати. До 21 года. Годен. Делают в Москве. Ну, окей. Так. Впитывает. Чуть-чуть как будто липковато. Ну, отсмотрите. Смотрим дальше. Смотрим дальше, что у нас есть. Хочу. Ну, уж тело не буду показывать, как мою. Можно и так, в принципе, понять. Ой, запах очень сильный. Прям не рой, не рой. Я по-моему ручки. Просто почувствовать, как пахнет. Ну, на любителя. Я люблю Мерон. Мне нравится эта нота парфюмерии. Довольно сильная душка. Что тут еще сказать? Не знаю. Я просто из тех людей, которые... Ну, так вот. Ничего вроде не высушилась. Скажешь, ну, вытрем ручки. Я из тех людей, которые... Ну, спокойно относятся гелем для душа. У меня есть какие-то подороже. Есть подешевле. Я могу и за 100 рублей гелем для душа помыться. Могу и за 1000. Вот. Так. Ну, есть Essential Oil тут. И цитрусы, и бергамота. Какие-то экстракты присутствуют. Ну, в общем, гель как гель. Но просто надо... На кожу, кстати, чуть-чуть-то запаха остается. Надо понимать, что стоит 990 рублей. Тут уже... Тут любовь, знаете. Кто-то любит что-то покупать дорогое, но проверенное. Например, там какой-нибудь... Там локситан. Уже знает. Ну, стоит там 2000 гель для душа. Ну и стоит, ладно. Зато я в нем уверена. Тут, как бы, да, что-то абсолютно новое. Что может сделать гель для души? Он нас с вами, не знаю, там, не увлажнит. Худо ими не сделает. Не омолодит. Главное, чтобы он не сушил. И приятно пах. Ну, вроде не сушит. Тут, как бы, у меня, в принципе, есть какое-то постоянное чувство сухости, но от воды, которая просто вот течет из-за этих прекрасных краников. Так, следующее. То есть, ничего плохого сказать не могу, но кричать бежим-бежим. Тут уже ваше решение. Скрабик, скрабик такой тяжеленький, добротненький, симпатичненький. Открываем. О, и тут цветы, как это здорово, смотрите. Видно? Тут, правда. Так он какой-то странный, немножко какой-то жидкий. Возможно, опять это... Тут видно, что он чуть-чуть расслоился. Ручки проскабируем. О, аромат прям вообще лаванда. О, да. Лаванда, розмаринчик прям... Мне мама любит такие ароматы, которые прям расшибают. Или зимой, вот здорово, знаете. Запах нечто, слушайте, прям. Супернатурально. Ну и он, мне кажется, будет очень круто увлажнять кожу, в счет того, что сколько здесь масел. Да, сто процентов. Вот я смываю, и вот это масло, оно остается. Это даже можно еще мыльцем пройти, потому что слишком много масла остается. У меня такие скрабы были. Но они действительно очень круто увлажают. Там для сухой кожи. Вот да, чуть-чуть, если еще... Ну, как бы потом нанеси скраб, потом уже воспользоваться мочалкой с гелем для душа, уже смыть остатки этого масла. Вот кожа прям очень мягкая. Прям вот класс. То есть скраб рекомендую для такого ритуала красоты. Прям это, конечно, тема. Очень мягкая кожа. Что, я не думала, чтобы это уже видно. Но прям очень мягкая и увлажненная. Вот и все. Все протестировали. Всего три банки. Знаете, нам три банки с вами, Господи. Две минуты, и все готово. В общем, ну, какое-то такое мнение. Неплохо. Все неплохо, но за эти деньги чего-то как будто ждешь большего. Могу вот посоветовать точно скраб купить. Тоник вот немножко не поняла я эту помпу. Гель на душу. Но если вы любите насыщенные яркие ароматы. Кстати, сколько там миллилитров? Тут 300 миллилитров. Ну, неплохой, я не могу вам ничего сказать. Но, признаться честно, вот помпа, она не тянет 990 рублей. Так вот как-то. Вот как у Балмалифа практически. В общем, так вот так. Не буду тут изображать любовь к этому бренду. Но скраб мне понравился. Ой, аромат.